Возможность единообразно обрабатывать различные типы данных называется полиморфизмом. Мы с вами только что изучили два различных механизма полиморфизма. Первый механизм — это перегрузка функций. При перегрузке функций у нас может быть несколько функций с одним и тем же именем, но работающих с различными типами данных. Например, одна функция, возводящая в квадрат, работает с вещественными типами данных, а другая — с целыми числами. Таким образом, за счет нескольких функций с одним и тем же именем, но различными типами аргументов, можно реализовать единообразную работу с различными типами данных. Так как перегрузка работает на этапе компиляции, то данный тип полиморфизма принято называть статическим полиморфизмом или полиморфизмом времени компиляции. Другой механизм полиморфизма — это полиморфизм, реализуемый при помощи виртуальных методов. При вызове виртуального метода, конкретная реализация виртуального метода, которая будет вызвана, зависит от типа того значения, у которого мы вызываем этот виртуальный метод. Таким образом, эта конкретная реализация виртуального метода выбирается на этапе выполнения. Поэтому такой тип полиморфизма принято называть динамическим полиморфизмом или полиморфизмом времени выполнения. Это именно тот полиморфизм, который является одной из идей объектно-ориентированного программирования. То есть когда говорят про инкапсуляцию наследования полиморфизмом, как три столпа объектно-ориентированного программирования, то подразумевается именно динамический полиморфизм. который связан с наследованием, с виртуальными методами и с работой с наследниками некоторого класса через указатель или через ссылку на базовый класс.